При Кубанском районе идет уборка пшеницы. Чуть ранее с полей уже убрали ячмень. Руководство района совместно со специалистами и фермерами провели объезд и осмотр посеянных площадей. Все это происходит в рамках проведения традиционного смотра конкурса среди сельхозпредприятий. Каков вид на урожай и как проходит конкурс, расскажет Мурат Жанкёзов. В составе группы, которая проводит смотр-конкурс, глава района Ахмат Семенов, специалист-отделов и крупные фермеры. По их словам, год был для сельских тружеников трудным. Зима оказалась малоснежной, а весна с затяжными дождями. А потому урожайность контрастная. На одних полях урожай хороший, на других не очень. Урожайность, как показывают специалисты, как объясняют, очень контрастная. Где-то вообще больше, где-то меньше и так далее. Год на год не приходится. Ну, посмотрим. На виды, говорят, специалисты Россельхозцентра, химцентра, говорят, что урожай очень хороший. Посмотрим, что покажут бункеры. Фермеры стараются идти в ногу со временем и применять современные технологии выращивания и продуктивные сорта злаковых и других культур. Это пшеница. Пшеница сорт Сабербаш. Краснодарская селекция. Посеяли 25 октября. 250 килограмм на гектар. Планирую мою урожайность. Надеюсь, получить 70 центнеров. Может быть, больше будет. Больше. Ну, ветром положило. Не знаю, как будет дальше. Ну, посмотрим. Будем стараться. При Кубанском районе ежегодно проводился смотр-конкурс среди сельхозтоваропроизводителей. Правда, в последние несколько лет он был приостановлен. Теперь, благодаря главе района Ахмату Семенову, традиция возобновилась. В этом году в конкурсе принимают участие 25 крупных фермеров и сельхозпредприятий. Во время проведения соревнований фермеры изучают успешную работу своих коллег, делятся опытом. Всё это прививает прикубанцам в высокую культуру земледелия. Начальный этап смотра конкурса, он проходил два этапа. Мы объезжали така, зерно така всех фермеров, смотрели, фотографировали. У кого-то что-то не хватает, у кого-то что-то есть. Это всё мы записывали на бумагу, фотографировали, выставляли баллы. Всего в Прикубанском районе насчитывается около 60 тысяч гектаров пашни. В планах наладить связи с хозяйствами Ставропольского и Краснодарского краёв, чтобы изучить опыт растениеводства, а затем внедрить его на полях своего района. Мурат Ченкёзов, Ахмат Чучаев, Олег Малхожев. Вести Карачаева, Черкисия. Прикубанский район.